всего 5 нот но даже пятью нотами можно сделать очень многое всем привет меня зовут илья и как вы уже догадались из названия к этому видеоролику мы сегодня будем говорить о пентатонике о мощной силе в мире музыки которая способна творить чудеса на самом деле сегодня мы поговорим и наложим это все в проекцию пятиструнного баса но про 4 струн тоже поговорим но сегодня смысл именно показать аппликатуры я покажу сегодня вам крутые схемы крутые паттерны которые сами по себе звучат очень круто и которые помогут вам найти крутые фразы для импровизации для каких-то заполнений просто для музицирования на основе пентатоники для пятиструнного баса схемы я долгими бессонными ночами методами экспериментов внутренней борьбы вы вывел вот эти схемы вывел вот эти вот паттерны так называемые шейпы о которых я сегодня хочу вам рассказать так что давайте-ка брать в руки инструмент тем больше нас сегодня пятиструнный инструмент но даже если у вас 4 струны даже с 4 струны это не значит что видео не полезно мы также затронем варианты и для четырехструнного баса так что берите в руки бас присаживайтесь поудобнее и начнем мы сегодня посмотрим и минорную и мажорную пентатоники соответственно минорный для обыгранных аккордов мажорный для обыгранных мажорных тем самым покроем 90 процентов всех аккордов которые существуют в этой вселенной давайте начнем с мажорной пентатоники вспомним как она строится пока от 4 струна посмотрим баса а 4 струны соответственно нота соль возьмем пока ноту соль значит это я играю сошу 4 струна на 4 струне не на 3 как многие думают потому что как будто бы 3 на 4 струна значит потому что 5 струнный бас и так значит извлекли ноту соль давайте построим нашу классическую мажорную пентатонику и посмотрим в чем ее смысл и сущность соль ля вот таким вот образом давайте посмотрим первая вторая третья пятая шестая восьмая первая на октаву выше потом у нас идет вторая на октаву выше девяточка это нота ля у нас соль правильно вот она здесь возникает это нота ля вверху и соответственно дальше мы приходим нота си это третья ступень соль правильно правильно соответственно мы построили вот такой вот аппликатуру в чем смысл вообще пентатоники я снимал до этого видео и вот сложные какие-то паттерны часы переосмыслил сделал внутренний синтез и анализ и переосмыслил на самом деле прикол пентатоники что можем играть все по сути двумя пальцами смотрите я могу сыграть вот так я минимум затрагиваю каких-то физических усилий я играю все ну тут тремя ладно потому что я использовал так как мажорная средний палец использовал но я могу сыграть это вот видите я сыграл соответственно указательным и мизинцем прикол в том что желательно здесь нет какого-то правильного подхода но желательно владеть и так и так если что и сыграть и тремя пальцами и двумя пальцами соответственно вот этот момент мы сразу подчеркиваем мы сегодня посмотрим именно аппликатуры простые но крутые понимаете простые не надо 25 пальцев использовать всего лишь два пальца три максимум и мы получаем классный паттерн значит вспомнили из чего состоит это у нас соответственно мажорный пентатоник от четвертой струны это была первая аппликатура классическая простая узнают большинство кто не знает узнал и то забыл вспомнил соответственно давайте посмотрим вторую аппликатуру которая еще круче на мой взгляд то что позволяет двигаться по всему грифу смотрите значит мы используем все те же пять нот но двигаемся по всему грифу вверх нота соль и пришли в соль вот сюда на десятом ладу значит смотрите тут мы используем две аппликатуры первую вторую начинаем движение вверх по нашей новой аппликатуре всего два пальца используя внимание два пальца указательный мизинец но при этом пентатонику уже звучит прикольно уже интересно вы тут уже можете сами какие-то ритмические рисунки накладывать и получать музыку какой-то соло заполнение давайте еще раз . какие-то те же самые ступени получаются первая вторая третья пятая шестая мы сюда перенесли она была у нас здесь 6 помните мы перенесли сюда на медленно пока что было понятно тем самым у нас получилось такое движение играю слайдом это добавляет эффектности звучания музыкальности если хотите опять восьмая на кто выше первое и вторая третья на кто выше дальше нас 5 6 8 и поднимаю здесь вниз дохожу до ноты соль вот сюда уже это него даже уже на на две октавы это уже не восьмая вот мы соответственно сюда поднимаемся вниз используя первую аппликатуру я могу также использовать два пальца сегодня могу подключить средний палец могу сыграть двумя пальцами вот такая вот аппликатура давайте еще раз повторим нашу новую аппликатуру двигаясь от соль пришли соль сюда и можем еще раз построить заново ну допустим закончить здесь это у нас будет но то си итак давайте же наконец-таки возьмем в руки пятиструнный бас и сыграем мажорную пятатюку на нем сыграем классную аппликатуру которая охватывает практически весь гриф именно пятиструнного баса а смотрите до этого у нас была нота соль вот на третий лад 4 струна в той же позиции по той же логике находим на кварту ниже ноту ре вот что было понятно эту ноту ре кстати который очень сильно не хватает на четырехструнном инструменте потому что она находится здесь самая низкая ноту ре не хватает низкой ре понимаете вот это поэтому дропа придумают мучиться но у нас здесь на пятиструнном очень все круто у нас ноту раз здесь давайте смотреть как будет выглядеть аппликатура мажора от ноты ре то есть ре мажор обыгрываем ре мажорные аккорды смотрим используем два пальца по возможности смотрите значит мы пришли опять ноту ре я сюда здесь остановился не зря не даром здесь у нас появляется наша классическая мажорная аппликатура который мы рассматривали сначала значит у нас получается две аппликатуры уже сначала мы новую сыграли пришли в классическую дальше я могу продолжить опять новую аппликатуру уже от четвертой струны ту которую мы рассмотрели но здесь удобнее играть первый третий пальцем и останавливаемся здесь на ноте си в данном случае у нас это получается шестая ступень уже не третий когда это была нота си потому что мы изменили на кварту ниже здесь получается шестая ступень вот но она хорошо звучит ре мажор тоже будет классно звучать давайте еще раз соберем все по полочкам мы пришли в ноту си давайте же наконец перейдем к минорным аккордам а м ц м д м е м и так далее эмки минорные аккорды но для них тоже есть пентатоника поэтому давайте же поскорее сыграем опять же четырех струнные начнем 4 струнные варианты 3 лат 4 струна нота соль соль минор джем вспомнили нашу классическую стандартную аппликатуру но я предпочитаю добавлять еще одну ноту давайте послушаем вот так вот здесь мы еще добавляем соответственно пятую струну пятую ступень и прикольно звучит на мой взгляд тут если мы чуть-чуть добавим вот такой вот вариант для меня теперь переходим к пятиструнному варианту к пятиструнной аппликатуре соответственно по той же логике переходим в аккорд теперь д д м ре минор соответственно и смотрите что у нас получается можно опять вот здесь мы играем нашу первую классическую аппликатуру потому что мы попадаем в ре на четвертой струне вот здесь еще одна позиция у нас классная получается то есть у нас внизу и вверху есть позиции открываются нам что мы здесь играем давайте смотреть значит первая позиция вот мы дошли его до вот этой вот нотки соответственно это у нас на таре но еще на одну октаву вот на октаву выше вот на одну октаву еще на вот вот и здесь смотрите два лада мы делаем перескок на два лада то есть между это вот и вот это два лада смотреть между таре и между ноты фа у нас на ром 2 лада то есть легко запомнить визуально и переходим в первую аппликатуру вот этот скачок именно на два лада его можно потренировать и здесь еще одна аппликатура отлично звучит уже даже без всяких там слишком сильных мозговых каких-то активностей уже классно звучащий паттерн который можно использовать и для игры импровизации для игры соло обыгрывания минорных аккордов на пятиструнном басу это круто в итоге дорогие друзья мы сегодня в этом коротеньком видео научились пользоваться полноценно пентатоникой на четырехструнном и на пятиструнном басу посмотрели крутейшие паттерны готовые которые сами по себе звучат круто с использованием всего там двух-трех пальцев минимум затраты физических сил каких-то заучиваний гамм заучиваний там каких-то трезвучий и так далее всего пять нот но они способны делать очень крутые вещи как это видео показала в общем это я думаю что будет полезно и новичкам и профи вспомнить привести по полочкам вот эти все понимания пентатоники на этом все не все дорогие друзья будем закругляться не забывайте ставить лайк ставить колокольчик писать позитивный комментарий четыре слова желательно или три и проходите также на бусте там по традиции будет нотное приложение к этому видео еще много-много-много всего интересного того что нету здесь и где-либо где бы то ни было еще вот так вот всем пока